здравствуйте у нас сегодня с вами вот такие вот товарищи это у нас brother dcp l2520dw и его родной брат такой же только в конце у нас буковка r что такое я не знаю ну короче чем суть вопроса design it designed in japan а техника brother расскажу как я к ней отношу техника не очень распространена в силу нескольких каких-то причин опять же это мои предположения первое то что она не очень дешевая второе то что она специфическая специфическая в плане чего опять же что было первично что было вторично сейчас сложно сказать но на сегодняшний день запчасти для такой техники найти практически невозможно то есть максимум что есть для это этих аппаратов это тонерная часть картриджа обратите внимание как здесь выглядит картридж здесь у нас отдельно идет тонерная часть и отдельно так называемый drum unit то есть половинка с фото барабаном вроде бы как то есть тут двоякое опять же к ним отношения если здесь что-то в нем поломается то это кранты то есть отдельно такую штуку не найдешь это нужно искать где-то какого-то донора поэтому но она рама ломается очень-очень редко то есть если с этой техникой обращаться аккуратно с этим аппаратом то он будет жить вечно у меня ну на мою практику опять же этаж не естественно не истина в последней инстанции был случай когда в аппарате brother лопнула шестерня найти было невозможно те времена еще не не были распространены так сильно при 3d принтере сейчас скорее всего такую шестерню можно будет напечатать на 3d принтере внутри все очень крепко там какие-то ролики захват печь и туда не попадет там какой-нибудь какая-нибудь скрепка или счетом чего-то но все вечное то есть такие аппараты ну вот например вот этот вот нижний аппарат им пользуются уже около двух лет при этом этом этому принтеру делалось только заправка никакой профилактики никаких дополнительных там ему внимание никакого дополнительного не уделялось то есть вообще в общее и посмотрите внутри все более менее чисто никаких поломок никаких замечаний по работе данного аппарата нет у этого аппарата у верхнего у него такая болячка он включается и моргает всеми как говорится цветами радуги скорее всего это дело в прошивке тоже таких прошивок нигде нет найти такую прошивку я как не пытался нет и вот повезло пришел точно такой же аппарат единственное надеюсь не помешает нам вот это вот в конце буковка r что такое r ну да это дуплекс w это вай фай а r не знаю что это такая подскажите кто знает подскажите чем они в чем отличие какая-то тут есть какое-то что должно быть отличие вай фай в кнопках управления я не нашел никакого отличия сзади наверное наличие нету тоже нет сетевой карты короче непонятно вот опять же загадка природы зачем вот это вот буковка r что имели ввиду производитель или маркетологи добавь этот добавив эту буковку r название мфу вот пожалуйста для меня это загадка поделитесь информацией кто знает а сейчас я буду быстренько быстренько потому что нужно делать очень срочно нужно давать этот аппарат буду снимать плату форматора отпаивать память и считывать на программаторе прошивку для того чтобы залить потом в этот верхний наш залежавшийся у нас аппарат плата форматора у нас вот к ней подключается разъем usb ну и никаких винтиков я не вижу как разбирать непонятно сейчас будем методом научного тыка показалось очень легко здесь у нас вот у нас есть отверстие которое одевается на такой вот выступ просто руками или отверткой поддеваем здесь тоже поддевается и аккуратненько вот так вот на бок все дело убирается и вот наша плата форматора вот там вот прячется сейчас мы будем доставать не все так просто сзади у нас еще винтик который нужно вот он родименький который нужно открутить и тогда у нас крышка спокойно снимется вот она наша плата форматора с целой кучей шлейфов всякого разного подключена здесь что здесь есть память пока не понятно скорее всего будет с обратной стороны отключаем извлекаем на обратной стороне платы я нашел spi flash и просто флешку значит эти две я рассчитывая надеюсь что это оно и есть прошивка помогла аппарат завелся и работает покажу внутри какие здесь у нас есть нюансы впечатление от аппарата очень хорошие из нюансов это то что я уже говорил что запчасти найти просто так вот в продаже очень-очень сложно или совсем невозможно мы сейчас пытаемся заказать запчасти для печки но их нигде нет то есть придется скорее всего какого-то покупать донора вот эти всякие разные там штучки двигатели шестеренки тоже этого найти практически невозможно хотя на другие аппараты все доступно можно покупать ролики захвата тоже не купить крайне мере я не видел проблем с захватом бумаги в технике бразер опять же у меня на моей практике очень-очень мало печка печка здесь тоже довольно таки серьезная хорошая самое главное условие как и во всей другой печатающей технике не допускать попадания внутрь посторонних предметов те которые не должны быть внутри принтера ну а в общем и целом по нашей статистике данное устройство печатающая отработала на предприятии около двух лет ни одного ремонта не сделано вообще никакого только заправка и чистка тонерной и драм юнитовской части картриджей и все больше никаких действий с ним не предпринималось при этом при этом печать объем печати довольно таки скромный то есть где-то максимум 50 листов в день максимум поэтому в таких условиях он показывает себя очень замечательно в более крутых честно сказать у меня нет статистики поделитесь если у кого-то есть статистика по данного рода техники может быть у вас есть какие-то данные поделитесь ими со мной пожалуйста в комментариях до новых встреч 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 Продолжение следует...